Был вопрос, шпильки от чего поставили? Ну, то есть, когда расширители ставили, от чего шпильки? От паза. То есть, первые, когда мы делали на передних колесах расширители, мы ставили от зила. Ну, чем от зила неудобно? Во-первых, резьба не до конца, ну, как бы там, нарезанная. И шаг другой, да. И приходилось, короче, токарю отдавать. Он, который метал, металл цементированный. Он, когда, говорит, даже резьбу дорезал, говорит, что-то, говорит, замучился сильно, говорит, со стены шпильками. Ну, то есть, лишние деньги отдавать, купить от паза. То есть, мы поставили уже назад от паза. Их немножко там обрезать придется, по-моему, сантиметра два. Вот так вот. Ну, там сами увидите уже, чтобы она не мешала вовнутрь, потому что сильно торчать будет. Все. То есть, это самое дешевое. И гайки поставятся родные. То есть, ну, а на левое колесо только придется это с обычной резьбой гайку купить наружную, а внутренние родные ставятся. Следующее. Что-то у меня тут еще... Так, про тормоза же опять мы вот здесь. Как прокачать тормоза вот именно на этом газике? Ребят, обязательно включать зажигание. Обязательно. То есть, какой-то контур не прокачивается. Ну, сегодня мы даже с парнем разговаривали. У него газик такой тоже, говорит, замучился с ним вообще. Тормоза задние у него что-то там парят. И вот я говорю, ты знаешь, что надо зажигать включать? Он говорит, ну, ягод на заведенной. Я говорю, да мы-то, видишь, не на заведенной. Мы сейчас уже примудрились к чему. Компрессор подключаем к ресиверу. Просто, чтобы хотя бы слышно было, что качать, не качать, прокачивать. Ну, каждый год качаем. Так. А, вот еще по кабине с ним начали разговаривать. Что-то как кабина там, нравится, не нравится там. Ну, понятно, да, она лучше, чем с 66-го. Ну, хотя бы внешне, да, так вот садиться туда удобнее. Еще что-то там ехать. Но, допустим, на родных сиденьях неудобно ехать. То есть, если кто-то меняет на Волговске, еще на какие-то сиденья лучше. Ну, непартные поставят. Так. Гниет. Вот он, говорит, тоже у него под педалью тормоза вообще выгнило все. Пришлось ладку ставить. Я говорю, а у нас вообще лонжероны лопнули под кабиной. Варили. А же домиком вот такая вот была. То есть, получалось, знаете, как, должна ровная быть площадь, да, под ногой. А получается, надо туда педаль было вдавливать, ну, тормоза. Сперва даже не поймешь об этом. Вот. Что же у нас еще-то нам? А, ну, то, что замки плохо, сами двери открываются. Там еще пластик плохой. Это сова панель плохо читаемая. Хотя у нас руль сейчас вот так, знаете, уже поперек вот так стоит. Масло хотя бы можно, давление, еще что-то такое. Ну, спидомер нас закрывает. Ну, ладно, у нас спидомер в этом году трос обрезал. Там уже сгнил внутри. Его обрезало, поменяли новый трос поставили. Теперь у нас только, знаете, как он-то хаотично как-то скачет. Ну, может, от 40 до 120 подскочить вот так вот, ну, стрелка. Ну, а дометр считает, ладно, уже там сильно не разгоняемся никуда. Ну, опять, касаясь, вот начали мы с ним разговаривать. Можно из этой машины вот постоянно ремонтировать тоже, да, вот сейчас с коробкой заморочился. А, кстати, он у нас коробку и купил, который вот нормально, да, и вот еще одну Зиловскую купил. Хочет из Зиловских коробок все-таки сделать, как у нас, Зиловскую поставили. А в итоге труб это тоже сломается. Ну, газовская, потому что. Вот. Мы с ним разговариваем, ну, как, можно эту машину вообще, вот, ты сейчас ездишь, ну, чтобы она надежная была. Он говорит, да нет, то и ремонт из ремонта. Вот, я говорю, к тому, что если кто-то старается из этой машины думать сейчас, вот, я сделаю надежный аппарат, все поменяю, где-то там что-то от КамАЗа, где-то от Зила поставлю, еще что-то такое. То есть, ребят, вот как у нас сейчас идет. Сперва мы лечили болячки заводские, сейчас лечим уже какие-то болячки, появляются, ну, чисто уже износ машины начался. То есть, настолько она себе межсервисного этого требует вообще короткий, я не знаю, ну, каждые 5 тысяч меня тоже спрашивают, ну, я хотя бы, где-то там 10 тысяч буду без ремонтов ездить. Нет, не будешь точно. Ну, у нас не получается. То есть, по нашей практике, что-нибудь, да, вот, после каждой поездки, что-нибудь, да, мы ремонтируем. Что-нибудь, да, отвалится, что-нибудь, да, отломится. То есть, одно уже вот-вот-вот готовилось, другое вот за эту поездку уже сломалось. Так что, просто абсолютно надежный аппарат, из него не получится никак. Мне кажется, даже и мечтать не надо об этом. Также, вот, о кабине, да, сказать. Газ упорно не хочет сделать, ну, кабину для человека. То есть, вот сейчас опять новая, как Next, вот это, да, ну, не знаю, фары вот эти дорогущие поставили, металликом крашеные, не знаю, знаете, у нас сердце обливалось, когда мы по тайге раньше-то ехали. Там ветку ударит, ой, там царапина где-то, там прошла по окраске. Сейчас, конечно, такое чувство уже исчезло, и вот хорошо защищают, вот эти вот, знаете, стоечки поставили. Ну, как они, веткоотбойники такие у нас, да, кто-то тросик советовал ставить. Ну, тросик такая тоже штука. Масса машины большая, еще трос отрывается, еще даже по стеклу сильнее бьет. Вот. И, то есть, сейчас ощущение совсем другое. То есть, лишь бы с корнем ничего не оторвало. Пусть она там ударила по машине, ладно, там молотком выбили, с баллончика задунули, все, пускай она так будет. Я не знаю, все, завод ГАЗ пытается какую-нибудь пластмассочку примастырить, мастерить дорогущую там в три дорога, которая редкой вот так же вот где-то поехала, ее оторвала, я не знаю, где ее найти будет. Вот. Почему-то они упорно, вот все, ну, не для человека хотя бы поставить. Ну, хотя внутри, конечно, ГАЗЕЛЕВСКАЯ, но это лучше, это намного лучше, хотя бы три места передних вот появилось, да. Сама пошире кабина, ну, удобно, все, ладно. Что-то там, что-то, но что-то на них влияет опять. Короче, сидят на ГАЗЕ, ребята, которые просто что-то туда втюхивают. Вот, приходят к ним, давай на наши поставим, давай. И вот так они работают. Давайте теперь смотреть, как мы работаем, дальше ремонтируем. А на сегодня ничего страшного нету, потому что сейчас вот ступицу мы скинем. Посмотрим, как раз ревизия подшипников. У нас она плохо снималась, вот эта ступица. Там вообще плохо снималась. О, я себя не знаю, легко снялась. Вот еще красота так, лобоком лобоком. Вот такая вот у нас тут каша. Каша, малаша, да? Сальник-то вот это потек. Затопление. Сальники есть, ладно, сейчас. Вот она, натекшая. Стояла на ту сторону, да? Ну, это хорошо, что мы на это. Подшипники надо посмотреть, потому что у нас на подшипниках обычно дорожки такие появлялись, ржавые, да? Да, после долгого отстоя. Ну, и как раз сейчас внутри ступицы, самое надо будет это с маской поменять. Ездить надо, ей не по воде, да? На машине, да. Для воды все равно, она никак не приносит. Как-то там она все равно попадает. Манатовому подшипнику, большому именно. Маленький-то нормальный, а на большом язва. Ну, скорее всего, его и болтало, из-за чего сальник и побежал. Мы маленько тут прокатились, вот он поставили, он сразу потек из-за этого. Сейчас вот покажу вам язву. Смотрите, раз, рубец, два, вот как ролики стояли. Здесь самая большая щербина. То есть, получается, вовремя мы это все еще сняли. То есть, тот подшипник маленький, целый. А здесь вот, да, вот уже еще один. А, это большой, да, вот он. Вот он выстоял. Вот они, эти рубчики сейчас покажу. Ох, язва какая хорошая, они засвечивали. Ага, вот так вот. Вот она. Здесь она даже не поворачивается. Поворачивается, ну, где-то вот она, вот еще. Ну, то есть, фана подшипнику. Ну, дело в том, что главное вовремя его еще заменить. Потому что, если он закусит, полость просто переломит. Да, вовремя, короче, залезли. Сточки так положил, подшипник старый, да, внутренняя часть. Вот они, зазубрены, да, как хорошо видно. Вот они. Ну, скорее всего, это может от того быть, что вот он стоит у нас зимой, не ездит. И вот на этих местах влага попадает, и вот она, язва получается. То есть, ну, конечно, машина должна двигаться, это первое. То есть, возможно, даже, я говорю, мне километраж виноват. Просто влага и долгий отстой. Ну, в итоге, и на маленьком подшипнике, вот на роликах, вот они язвы. Вот они. Обойма-то вроде ничего, живая, а вот на ней вот они. Такие вот штуки. Ладно, ясно, короче, меняем его. Вот так вот, ну, наличие есть, так что заодно уж. Так, ну, что-то обойму выкрутить. Ну, мы их ставить аккуратно. Вот так начинается наш ремонт, как обычно. Вот такая весна необычная. Дожди, дожди, дожди. Град еще пошел. Очень зеленый. Не даст он никак весну машину отремонтировать. Ладно. Продолжаем. Так, ребят, вот такая смазка. Петроканада. Петроканада, да, вот. Так я так покажу. Арктическая какая-то. Да уж, ладно. Надо бы хоть обычный. Помазать. Ну, все, сейчас подшипники вот так вот. Обойма запрессована. Помазать хорошо. Да, вот что-что. От завода они были, правда, битком набиты. Прям хорошие. Много смазки было мы когда-то. Да. Машину это было разбирать. Ну, на всякий случай все равно лучше это все, конечно, просматривать. Вот когда мне тут одни написали, как бы, говорит, мы купили машину, говорит, она сама в отличном состоянии. Но, правда, кабина сгнила и рама, говорит, лопнула. А так сама, говорит, в отличном. Ребят, ну, как мы все это ковыряем, и никак она не может отлично быть. У нас каждый год вот эта процедура, и каждый год замена начинается. Не дает погодой ничего нормально делать, но это не важно. Хочет, тут внутренний сальник решили менять, потому что вот сюда вышел негрол. То есть, думали это с этой, просто разжилась смазка. Нет, оказывается, нужно поменять. Хорошо. Каждый год какой-то прикол у нас ждет, да? Да. То колеса, то еще что-то крутим. Вот этот пыльник снимаем. Шланг подкачки убираем. Вот на одном гровер был лопнут. Ну, на одном каком, на одной шпильке. Я только два гровера в одном месте. Вот так вот. Ага, видите, как интересно все. С барабаном надо все снимать. Нормально. Аккуратно, где-то облеск. Тормозной надо еще открутить здесь. И облеск. Датчик надо в обратную туда выпакнуть. Понял, у нас сюда машина и масло побежало. И вот так вот сальник лежал. Вот так вот выпал. Вот сама кружинка. Вот она, свернутая лежала. То есть, я не думаю, что это у нас в этом году, да, случилось? То есть, это мой мост, а? Нет, давно уже, наверное, было, скорее всего. Так вот. Машину задам тратить выше, хотя бы, чтобы она, мост вырунился, а она туда не перетекала. Вот так вообще вся эта штука вот так вот снимается. Так, ребят, ну сальник вроде не рубленый нигде, ничего, крайний зашорканный. Просто нет пружинки. Ну, не знаем, сейчас вот можно его вообще не менять. Просто пружинку одеть с другого сальника и все. То есть, как-то так. Ладно. Лишь, опять же, побежал. Пружинка-то давно свернута. Давай поменяем. Лазит сюда 10 раз, а где-то сывания нет. Вот они бежат в упаковке. Так, ну вот сама вот эта запорная мухта, которая, ну, возле подкачки. Они вот эти, ну, она там простейшая как бы штука, вот эти резинки, они просто от давления воздуха расправляются, вот эти внутренние вот. Ну, сальник вообще держит. Два друга смотрят. Ну. Ну, скорее всего, сальник только до последнего держал, даже без пружинки. Сейчас ему уже не захотелось. Когда будете разбирать, только не запарьте. Сальник должен, а бортовкой наружу. Вот к этому краю ставится. То есть, ну, как разбирали, так и... С масла, чтобы сюда масло мне не подходило. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Чтобы он не развязался сам еще у нас. Все, его тут легкой помажем сейчас литольчиками на сборку, чтобы его не содрало. Первое, это да. Вот эту цапку поставили. Все, надо потихоньку забить их, да? Ну, ставим на герметик, убрали прокладку. Она вот такая полуржавая. Снялась, в принципе, нормально. Герметик поставим. Вообще, хорошее дело на этих мостах, что они меняются, заменяемые. То есть, ее изогнуть можно, еще что-то такое. Ну, пошибник может провернуть чумок. Да, да, да. Так, ничего, давай, поставим. Вот это в туннеле там быть. Ну, это как один из вариантов, да, вот сюда сейчас. Вот сюда дальше еще одно кольцо поставим. Вода туда не попадала. Возможно, это сейчас тоже подумали, что... Еще один из этой из путей. Так, вот про какое кольцо. То есть, вот в это, когда в муфту кто встает, здесь это расстояние, она вода. То есть, она в мост не попадает, а вот здесь полностью, в чулке, она может быть вода. То есть, она размывает смазку на подшипник, которая... Ничего, кто-то попадает. Ну, наверное, так как-то. Вот, как там еще и нельзя. Вот, то есть, вот это кольцо сейчас, вот это, оно должно зажать. Колечко взяли от форсунки, ну, от лиховой машины, от форсунки. Бензиновый. Прижатая. Ну, вот она как раз вот сейчас прижалась, все, и перестала хлябать. Вот она. Да, а то получалось, оно здесь вот сейчас на резинке гуляет. Да, вот она. Вот ее даже отсюда, вот хорошо-хорошо будет видно. Вот эту вот твердочку, сейчас покажу, где она. Вот она резинка. То есть, вот сюда попадает вода, в чулок, и на подшипник. Вот, как-то так. Ну, перестала хотя бы хлябать. Вот она прям плотно стоит. Все, обратно, последовательно. Сейчас болтики все наживляются. АБС-ка вставится. Ну, что-то потом уже сама... Отрегулируй, поступиться надо. Я так же позже сейчас покажу. Так, ну, теперь вот сольную ступицу заводим. Вот этот подшипник не хочет лезть. Опа, как-то. Опа, все. Встал. Все. Там немного смазки намазал. Сейчас подшипник отдельно буду смазывать и еще туда вставать. Так, ну, давай это уже руками голыми чистыми будем делать. Так, ну, это уже такое операционное, как сказать, подшипник. Ну, опять, да, вот смотри. Мы выдвинули колеса, раздвинули. Износ-то не из-за этого, да? Нет, нет, нет. Ничего не повлияло, да? Ничего не повлияло. Подшипники не давят. То есть, да, боялись, что будет давить подшипники, не давит. Все-таки из-за влаги это все вода. И то, что стояло, рубцы такие проржавевшие. Эти язвы появились. Но все-таки, скорее всего, из-за того шланга у нас получился. Да, ну, этот шланг, вот он, да, прокачки, который сквозь него вода попадает и начинает размывать и смазку. Садись, ступицу, да. Такая штука, короче. По воде ездит плохо. Ну, приходится, да? Ага. Ну, все, сейчас только гайками и регулировать. Так, теперь что-то основное. Так, вот эту штуку лучше, конечно, вручную все закручивать, без пистолета, потому что надо по порядку, ну, будет идти вверх-вниз, по бокам, вот так вот звездочкой закручивать. Да, порядка. Сейчас вот так вот со ступицы проворачивается, пока идет, оно прижимается. Можно, когда колесо оденется, по колесу уже по покачиванию, так же вращая, уже, будто она регулировка тонкая. Можно сказать, пол оборота назад. Сильно боятся перетяжки они, машины, дети. Тише, тише, тише. Качается, стоит. Колесо оденем, тогда уже будем. Так, вот все. Ну, то есть, соприкосновение, четверть оборота назад, и все. Да, четверть оборота все-таки, да, получилось. И затянули. Ну, то есть, нормально она вот. Ну, еще колесо поставим, уже покачаем, конкретно уже, как там детально все это. Да, может потянуть придется. Ну, что, сейчас сборка. Все, тащу плоть. Так, ну, сперва ставим барабан, все так же собираем, колесо вешаем, а потом уже закрутим само, как бы сказать, плоть. Так, вот все, попали. Не, ну, реально, погода вообще не дает машины заниматься. То есть, и град уже сегодня шел. Сейчас вот уже колесо так надставили. Прикрутить остается только. Ну, долго мы, скорее всего, без это ездили. Без сальника. Ну, хорошо, одна резина и то держала. А то, видать, время пришло, не выдержало. Ладно, заканчиваем почти, ну, как сказать, два часа, два часа прозанимались. Ну, вот еще один момент, для чего все-таки нужно вот здесь вот ставить вот этот, ну, прорезь над пил, где положение ступицы и колеса. Вот мы еще даже полуось не воткнули. Да, подкачкой. То есть, мы еще не знаем, где она находится. Но мы вот по этой, допустим, по рубцу уже понимаем. То есть, это намного облегчает сборку. Не надо там три раза ее, что-то там разбирать, перебирать. Вот так вот все проще. Нормально отрегулировалось колесо, ничего не болтается и достаточно свободно крутится. Хорошо. Все. Собираем дальше. Так, ну, опять же, смотрите, вот она как была набита риска, да, здесь, здесь, то есть, вот, напротив крана, все это, то есть, ну, совмещается, да, то есть, намного упрощается вот эта вся работа. Ну, все, сейчас, полос в дифференциал входит. Сегодня, вроде, погода более-менее выдалась, 16 мая. У нас машина еще на приколе стоит. Так как меняли, ну, не меняли форсунки, на пролив отдавали, сейчас по-новому поставили, что-то попытались завести, но не заводится. Сейчас полезу на сосик этот, откручу ручной, прокачаю, и тогда уже попытаемся заводить. Сейчас вот тормозу залить, пускай она хотя бы сама немножко разбегается. Сюда, слушаю, да, ну, в систему, ага, хорошо. Так, ну что, прокачал рукой. Не знаю, заведется. Стартер бешеный, красавец. Ох, красавец. Сейчас пройдем дым, посмотрим сейчас. Да себе, вообще красавец. Так, ну, примерно 2 минуты отработал, такой легкий сизы дым пошел. Ну, не это, не ты, даже сильно дым. Сейчас еще знаете, что сделаю. Сейчас пойдут. Трубку скинул все-таки с курбины, вдруг курбина подхватывается. Хорошие, добрые, известие. Турбина сухая, ничего в ней нету. Я тогда был, да. Я тогда был, да, ребята, вот смотрите. Ладно, уже хотя бы что-то. Ну, все. Да, краской специальную какую-то покрасил, валид, термостойкой, чтобы не ржавело. Что-то уже такие язвы появились на всем глушителе. Ну, весь глушитель, короче, поднизу прогнали. Так, это что у нас тут за масляное? С подголовки где-то. Ладно, ясно, будем смотреть. Ну, как будто на звук мягче стало работать. Ну, так, чтобы вот по дыму, сейчас что-то определить. Ничего еще не определили. Ладно, короче, ничего не будем пока гадать. На ходу уже надо смотреть такие вещи. Уже тормоза прокачать и попробовать прокатиться. Сейчас кружочек дать на нем. Где-то может еще косяк какой-нибудь вылезет. Контура свистят, что это воздух уже заканчивается. То есть обязательно, когда прокачиваете, обязательно включать зажигание, потому что оно как-то там влияет. Какой-то контур то ли зад, то ли перед, уже не помню, не открывает, нельзя прокачать. Ну что, дядя Толя к нам с Югов приехал в гости. Скучает по Сибири, по холодам, да? Сколько у вас уже? Тридцатник там был тепла? Ну, видишь, как. Тридцать два. Тридцать два. А у нас тут восемь-семь, да? А сейчас запорты включают. Ну, а сейчас запорты включают. За минус трех смотрел. Так я вот, как я говорю, 16 мая сегодня. Это куда? Вообще. Нет, никуда не поедем. На. Что, холодильник. Да, там запорты собираетесь. Нет, куда-то. Там дорога сильно плохая. Да, тут где-то. Там дорога конченная. Ну, конченная. Ну, что? Выезд сейчас делаем, прокатимся на нем. Посмотрим, что у нас, какие еще приключения. Очень такая машина, как пять. Внимание требует к себе. В кабине уборку делаем. Выстощили там все. Сейчас помоем. И сам еще колеса накачиваем. Тоже зиму уже отстояли. Ну, в общем не спустили. Стояло 2,8. Ну, общее давление по колесам. Ну, по одному не стал там рассматривать их там, как открывать. Общее давление 2,8. Ну, все стояли накаченные. Вот сейчас где-то, наверное, ну, 3,5. Около до 4 чуть-чуть не будем докачивать. Ну, почти уже к 3,5 подходит. Ну, чуть больше 3,5 накачаю. Как раз резина расправится. За зиму стояла. Хоть и подвешенная, но там она кривая. Вот для чего еще нужно подвешивать машину. То есть мы делаем, чтобы она не портилась. Стоит она, потом плюшка такая. Как шлет нога ездишь. Хочу показать, для чего нужно колеса накачивать. Ну, полностью. Вот, допустим, там 3,5 под 4. Посмотрите, сейчас по пыли проехали, оно накачано. Вот он, вот этот бортик вообще не трогается. То есть идет серединный колесо. Смотрите, серединный, да? Вот он. Вообще даже не запыленное. То есть давайте к заднему колесу. Вот то же самое. Вот он. Даже не касается здесь. И здесь вот, в крае не касается. То есть идет ровно с серединной шашечкой. То есть вот так. Износ меньше будет. Вот оно. Видно и здесь сразу. Вот он. Смотрите, даже колесо нужно накачивать полностью. Хорошо. На накачанной кейте. Поехали, прокатились. Все ли нормально после зимы. Ну, ничего, знаете как. 110 идет. Сейчас там маленечко до свалки. Прогнали машину. Хорошо. Мягенько-мягенько работает там. Белечек. Машина к бою готова. Уже так прогнали. Все посмотрели. Короче, первое впечатление. Ну, пока все как бы крутится-вертится. Вот еще постоит. Посмотрим там. Оглядимся. То есть, что необходимо уже это все смотреть. Смотреть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...